Пятое место приключения Реми. Удивительное путешествие по Франции маленького Реми в компании уличного музыканта, обезьянки и цирковой собаки. Вместе им предстоит пережить неожиданные встречи, приключения и испытания, чтобы раскрыть тайну происхождения мальчика. Четвертое место диалог с моим садовником. Уставший от суетной жизни в Париже, немолодой художник решает вернуться в дом своего детства в центре Франции. Дом окружен огромным садом и не имея ни желания, ни времени им заниматься, художник размещает объявление о найме. Первый же явившийся железнодорожник на пенсии получает искомую должность садовника, но вскоре оказывается, что оба главных героя знакомы. Много лет тому назад они посещали одну муниципальную школу. Третье место день восьмой. Судьбы совершенно разных людей подчас переплетаются самым невероятным образом. Гарри простой клерк, расстался с женой, становится свидетелем того, как из психиатрической лечебницы убегает странный пациент по имени Жорж. Ему некуда идти и не к чему стремиться. Между этими совершенно разными на первый взгляд людьми завязывается тесная дружба, которая помогает обоим преодолеть все невзгоды и начать новую по-настоящему счастливую жизнь. Второе место прекрасная эпоха. Что, если бы вы могли отправиться в любое время в прошлое по своему выбору? Именно такую услугу предоставляет компания, которая готова скрупулезно восстановить детали любой эпохи на заказ. Одним из ее клиентов становится талантливый художник, переживающий кризис в отношениях с любимой женой. Он использует этот шанс, чтобы снова пережить тот день, когда много лет назад он встретил любовь всей своей жизнью. Первое место девушка на мосту. Два главных героя фильма. Девушка Адель, которая намеревается покончить с собой, прыгнув с моста. И метатель ножей, который тоже находится в пограничном состоянии, вмешивается и предотвращает самоубийство. Ему удается уговорить Адель стать мишенью в представлении по метанию ножей. Они путешествуют с этим номером по Европе и в конце попадают в Стамбул.